Привет, Ижи! Это No Man's Sky, и я решил вернуться в эту игру. Когда она только вышла, я дико в неё хотел поиграть и даже снял по ней ролик или два, но, к сожалению, разочаровался, поскольку она была недоделана. То, что обещали разработчики, не было в игре. И вот прошло несколько лет, вышла куча патчей и обновлений, и игра преобразилась. Она стала совсем другой, не такой, как и ранее. И всё, что хотели авторы, они здесь реализовали. В полной мере. И мы сейчас посмотрим на это. Значит, я создаю игру, выживание выбираю. Это будет, конечно, тяжело вначале, но ничего, будем выживать. Если кто не знает, что это за игра, то эта игра поднялась из дна самого дна на самый пик, в топ. Короче, это, можно сказать, очень грубо, но это Майнкрафт в космосе. Здесь можно путешествовать по галактике, приземляться на любые планеты, строить там базы на этих планетах, изучать живность, растительность. А живность здесь как в споре, я тебе хочу сказать. Копаться в недрах земли, прям бурить туннели, систему туннелей можно создать. Приручать животинку, можно её кормить. Подходишь к животному, даёшь корм и дружишься с ней. Ну и, естественно, в космосе можно воевать с пиратами, захватывать корабли. И что ещё? Искать потайные проходы, находить ключ-карты, открывать тайные помещения этими ключами. И всего-всего много интересного. Чего мы будем с тобой пытаться найти. Значит, напоминаю, что мы сейчас с тобой под амнезией. Что такое амнезия? Это потеря памяти. Мы не знаем, как мы здесь очутились, именно вот на этой планете, в этом самом месте. И нам это предстоит узнать. Значит, NEC4... NEC414 планета. И у нас сейчас сложность. И, во-первых, у нас ломан сканер. И, во-вторых, у нас система жизнеобеспечения тоже сейчас закончится. А если она закончится, мы замёрзнем. Потому что температура планеты минус 52 градуса по Цельсию. Значит, сканер. Нам срочно его нужно отремонтировать. Для этого нам понадобится пыль. Ух ты, ё-моё, какой жучара. Вот прям как и спора. Так, ладно, не обращая внимания, нужны камни. Потому что пыль есть в камнях. Вот это можно? Нет. У нас есть ещё расщепитель. Мультитул. В котором есть расщепитель. При помощи него мы расщепляем все камни, которые только найдём. И не только. Можем расщепить растения. Можем расщепить животинку. И всё тому подобное. Слава богу, что ко мне здесь огромная куча. Тут даже можно расщеплять деревья им. Так, всё. Собрали нужное количество пыли. Переходим к ремонту. Сканируем. Точнее, не сканируем, а ремонтируем. Технология. Восстановлена технология. Сканер заработал. Сканируем местности. Нужно найти натрий срочно. Вот он натрий. Отлично. Да и вот тут прилично. Собираем натрий. Натрий позволит нам восстановить батарейку. Давай, собирай натрий. Эй! Вот. Батарейку нашего щита экзокостюма. Закидываем сюда. Всё. Экзокостюм восстановлен. И нам теперь холод не страшен. Я сейчас добываю кристалл дигидрогена. Для того, чтобы сделать себе батарейку жизнеобеспечения. В будущем. Конечно же, мне для этого ещё понадобится куча всего. Но будем по пути собирать. А ещё у нас появился сигнал какой-то. Ты посмотри, там какие жучары ходят. И какие звёзды. Вот это вот. Пойдём попробуем эту звезду расщепить. Посмотри, что это такое. И заодно пойдём вон к сигналу. О, кристаллы. Кровавые кристаллы. Это, по-моему, углерод. В них углерод. Или кислород. Сжатый углерод, да. Он нам очень нужен, этот жадый углерод. Как раз таки для того, чтобы зарядить наш расщепитель. Он тоже на батарейке. Значит, смотри. Вот эта штука, неопознанный минерал. Чтобы его расщепить, нужен продвинутый мультитул. Продвинутый расщепитель. Он у нас будет чуть позже, когда мы освоимся. Значит, бежим пока туда. И заодно изучаем. О, у него клешни есть. А это что? Вот, ты смотри. Это какая-то картошина, он прыгает, и она живая. К крабу я не хочу близко подходить. А то он может меня и перекусить. Очень страшно выглядит. А ты кто? Что-то за сопля такая. У тебя ног нету, да? Давай все-таки побежим к нему, посмотрим. Кто это такой? Странный чудик. Оно выглядит мило. Хотя все, что мило, бывает очень опасно. Вот эти вот минералы тоже не разобрать. Здесь у нас натрий, который мне как раз-таки нужен. Но чтобы это разобрать, вот эту глыбу огромную, нужен усовершенствованный расщепитель. Вот, смотри. Я тебе говорил, что можно подружиться с животными. Видишь, предложить еду. Питательные гранулы нужно ему предложить. И покормишь его с руки, и, возможно, подружишься. Так, идем дальше. Вот, кристаллы вот эти нужны нам. Кстати, знаешь, что я еще хотел? Можно же визор себе сделать в самом начале. Точно, я вспомнил. О, нифига себе, корабль. Вот это круто. Вот это круто. Очень круто. Так, я вижу, что сигнал ведет нас вон к тому источнику. Пойдем, подойдем. Что-то такое происходит, ну-ка. Сценарии. Интерация номер 23, д-д-д-д-д, удалено. Возможно, ошибка разделения границ. Сосуд 16 опустошен. Причина вторжения стражей. Намеренная передача. Анализ. Создана новая итерация. Система сдерживания аномалий подготовлена. Транслируй. Получен сигнал. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия уступает. Положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. Окей. Видимо, все. Это все данные, которые мы смогли получить. Пойдем к кораблю. Мы в него можем залезть. Залазим, поскольку у меня закончился щит. Интеграция номер. Капец, какой длинный номер. Действует. Подключение к Атласу. Неустойчивое. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель отключен. Я нахожусь на неизвестной планете. Без снаряжения. В полном одиночестве. В серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения. Или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете. И этот корабль мой спасательный круг. Мой билет к звездам. Прочитать журнал. Так, что мы выяснили? Мы выяснили, что, возможно, это мой корабль. Потому что он меня узнал. Я на нем прилетел для чего-то. Журнал номер 4925А. Нет доступа. Замещение данных. Экзокостюм подключен. Предложение пилоту отремонтировать корабль. Давай. Отремонтируем корабль. Протоколы саморемонта. Запускаются. Импульсный двигатель. Критическое повреждение. Ясно. Выходим. Короче. Так, я не понял. Почему у меня защита не восполнилась? Короче, корабль нам предлагает починить импульсный двигатель. Для этого нужна металлическая обшивка, герметик, дегидрогенный гель и чистый феррит. Ого-го. Сколько всего нужно. Так, я сейчас посижу немножечко в корабле. Потому что он, оказывается, восстанавливает нам защиту экзокостюма. И даже на корабле, вон там вот на экранчике, видно, что сейчас температура на планете минус 52 градуса по Цельсию. Ух. Не хотел бы я в такую холодину вылазить из этого корабля. В нем-то тепло. Ладно. Подзарядились и выходим. Можем обшарить здесь вот эти все ящики. Забираем все, что найдем сейчас. Возможно, что-нибудь полезное даже будет. Так, осмотреть. Дегидроген, дегидроген. Атлас пас нужен, чтобы открыть вот этот контейнер. Значит, он где-то на планете валяется. И в этом контейнере наверняка что-нибудь полезное лежит. Тут что у нас? Живая слизь. Надеюсь, это не Веном. Живая слизь. Веном же тоже он в виде слизи был. Вроде бы все здесь зачистил. Так, ну что, получается нам нужна пластина и что-то у нас жизнеобеспечение как-то меня не радует. Кислородико надо вбахать туда. Вот так вот. Так, для того, чтобы умидифицировать, установить технологию. Подожди. Вот это что у нас? Восстановитель кислорода. Повышает эффективность системы жизнеобеспечения. Позволяет реже производить перезарядку. Вот то, что мне нужно. Для того, чтобы эту технологию сделать, нужно 60 кислорода. Найдем. Сделаем. Также я еще хочу сделать себе визор. Вот он. Анализирующий визор. Он нам поможет в поисках нужных нам минералов. Так, значит. Вот кислород. То, что нужно. Собираем кислород. Прямо тут под ногами был. Здорово. Еее. Напоминаю, что кислород здесь есть во всех растениях. Он не в таком большом количестве, конечно. Но нам будет хватать. Птички вон летают. Так, натрий. Вот и мне и нужен. Замечательно. Прямо как все для меня. Натрий вбахиваем в щит. А сколько кислорода поднял-то? Что-то я не посмотрел. Кислород. 67. Можем и технологию уже сделать. Создаем технологию. Есть. Теперь у меня с жизнеобеспечением все будет хорошо. И можно остаток кислорода вбахать именно в нее. Так. Что мы делаем? Металлические пластины нужно создать. Для них нужна пыль. То есть из обычной пыли мы сможем сделать металлические пластины. Вот здорово, да? Как технологии. А еще я давненько хотел разобрать вот эти вот стержни. Это, наверное, местные деревья здесь. А если это так? А, это пещера вообще? Ого. Ого-го. Кобальт. Ё-моё. Вот это я круто попал. Кобальт это же вообще ценный металл. Он нам очень пригодится. Сейчас я тебе покажу, что мы из него здесь можем сделать. Ядрионский, батонский. Ну, ё-моё. Вот это мне реально фортануло. Так. Перегрев. А, ну хорошо. Перегрев. Это ничего страшного. Главное, чтобы батарейка не села. А если батарейка сядет, у меня на этот случай есть углерод. Значит, кобальта я добыл уже, в принципе, достаточно много. Так, смотри. Из кобальта я могу сделать что? Во-первых, батарейку. Вот. Ионная батарея. Она заряжает, что она? Удобный и надежный способ хранения энергии. Используется в различных системах обороны, защиты от вредных факторов. То есть я могу её в систему жизнеобеспечения вбахать. Ещё я хочу сделать вот такую вот гель-системы жизнеобеспечения. Всё. Так. Вот. Натри вбахиваем сюда. Ну, чё-то она плохо заряжена. Значит, ионную батарею вбахаем сюда. Всё. Тут всё заряжено. Это жизнеобеспечение. Так. Желательно бы сделать ещё такую батарейку. Нужно всего лишь на всё пыли добыть. Это же пыль. Правильно? Это пыль. Вот и здорово. И эта же пыль мне нужна для металла. Благо, что тут куча камней. Сейчас мы её добываем. Можно, в принципе, кстати, поиграть и от первого лица. Так. Как тут вот? Вот, вот, вот. Вот. Можно переключиться на вид от первого лица. Создать снимок. Жесты. Перезарядить снаряжение. Создать чего-то. Создать... А, не. Где-то существа, с которыми я могу задружиться. Так. И можно переключиться вот это вот. Что у нас? Переключить камеру. Во! От первого лица. Короче, пиши в комментариях, как тебе нравится, когда я играю от первого лица или от третьего. Поиграешь чуть-чуть от первого. Вот так вот. А я тебе, кстати, показывал свой реактивный ранец? Нет, по-моему, не показывал. Вот это что такое? Вот он, пупсик опять этот. Нет, что-то мне от первого лица не очень нравится, поэтому... Можно я переключусь? Что-то не переключается. А, вот. Сейчас я быстренько все поменяю тут. Оп. Все. Вот так мне больше нравится. Вот. Какой-то куб. Что это за куб? И цветы еще какие-то тут. Боката. Дейтериум растения. Усиление системы у экзокостюма. Ого. Всплеск мощности реактивного ранца. То есть я теперь могу летать дальше. Навигационные данные какие-то нашел. Так, хорошо. Мне нужно еще немножечко пыли. Тут на каждом углу что-то интересное есть. Удачно на планету попал, конечно. Все, можем сделать металлическую пластину. А, нет, не можем. Потому что у меня какие-то сложности есть. Все, могу? Нет. Пока вот так вот мигает ячейка, я не могу в ней ничего создать. Что тупо как-то. Очень тупо. Вот он мой космолет. Он уже, кстати, не горит. Да, блин, а что такое-то? Не дают мне создать и все, хоть-то убейся. Ладно, подождем. Не страшно. Я пока вот эти вот белые грибочки. Луковичная тыква. А для чего она? Не знаю, разберемся позже. Все. Разрядился мой мультитул. Для того, чтобы его зарядить. Мультитул. Нужно просто углерода в него бахнуть. Вот и все. Вот это луковица я не замерал. Все, да, собирали. И пойду-ка я погрею сейчас в своем космолете. Что я могу? Вот, наконец-то могу пластину эту сделать. Есть пластина. Батарейку делаем. Ее оставим. Потому что я сейчас заряжу свою батарею в космолете. Бежим к нему. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хух. Так, мы здесь. И можем сразу же починить модульный двигатель нашей пластинкой. Готово. Пластинка вставлена. Что расскажешь, компьютер? Интерация номер. Какая-то функционирует? Критическое повреждение звездолета. Отсутствуют важные составляющие. Невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Попросить помощь. Рекомендация. При анализе интерации поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. И, короче, найдете герметик. Окей. Так, чуть-чуть подзарядились. Пойдем к маяку. Достанем оттуда карточку. Карточка, карточка. Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передавать сигнал бедствия. Внутри него находится планетарная карта. Забрать карту. Все, она у меня есть. А это что такое? Что это за значок Wi-Fi? Он где-то под землей, кстати. Туда не прокопаться сейчас пока что. Нужны инструменты. Которых у меня нет. Значит, открываем карту планетарную. Ох, е-мое. О, я базу увидел. Вон там слева, вверху базу. Блин, курсора тут не видно. Хотел показать тебе базу. Так. Расшифрованные координаты. Ну, хорошо. Мы туда сейчас пойдем. Но прежде чем мы это сделаем, я подзаряжусь знатненько. И еще хочу сделать себе кое-какие технологии. Установить технологии это не то. Вот, в мультитулах я хочу себе сделать анализирующий визор. Он позволит нам анализировать все в округе. Но для этого нужно набрать ферритную пыль. Которой, к сожалению, у меня не так много. Ладно, выходим. Побежали. Идти нам далеко. За этим сраным герметиком. О, звезда упала, смотри. Прикол. Вон туда, что ли, сходить? Там вот натрий есть и еще какой-то цветок. А, вот, кстати, камни. Давай их прощепляем. Сейчас пыли этой подсобираем. А сколько нам пыли там нужно было, ты не помнишь? Для этой трубки. Я что-то забыл. Ну, 50, думаю, достаточно будет. Да, все, трубку можем сделать. Переходим в мультитул. И вот все, у нас анализатор готов. Точнее, визор. Смотри, как он работает. Вот камень. И видишь, написано анализ и вопросительные знаки. То есть, добывая камень, мы добываем пыль и что-то еще. Сейчас мы его просканируем. Вот камень, сканируем. И слева можно увидеть, что мы сейчас откроем. Значит, диоксид можно добыть с него. Ферритную пыль и диоксид. Блин. Нафига мне эта опасная погода? А это не пещера или случайно? Если это пещера, мы сможем в ней спрятаться. Нет, это не пещера. А, вот это что за кокон такой светящийся? Причем интересно. Так, сейчас попробуем разобрать, если можно. Можно разобрать? Что это такое? Чего? Замороженные клубни? Это можно собрать? И для чего мне это? Так, нужна батарейка. Срочно заряжаем. И да, это пещера. Мы можем сюда спуститься и, возможно, защититься как-то от... Как-то... Нет, это не совсем пещера. И буря... И от буря эта пещера не защищает. Блин, что, неужели нам к космолету опять нужно бежать? Я не хочу туда бежать. Дайте пещеру какую-нибудь. Блин, походу зря я бегу все-таки туда. Я сейчас нафиг сдохну. Так, я могу еще сделать одну батарейку? Да, могу. Угу. А кислород у меня есть какой-нибудь? Не, нифига, у меня нет кислорода. Это плохо. Ой-ой-ой-ой, все, я подыхаю. Вот так вот. Блин, повезло, что я сделал несколько батареек. А еще бы у меня дегидрогель где-нибудь найти бы. Так, мне вон туда надо идти. Черт возьми, эта буря вообще не к месту. Я могу тут очень легко окочуриться. Да. Не очень удачная вылазка. Буря, кончайся. Ну все, хватит. Ой-ой-ой, я походу еще. Во-во-во, вот это вот мне нужно. Вот это вот мне нужно прям. Вот вообще капец как. И углерод бы мне еще не помешал. Еще бы мне углерод не помешал. Вот там пещера какая-то, наверное. Черт, я сейчас сдохну. Твою налево. Вот это я забрел, так забрел. Диоксид, кобальт. Нифига, у меня ничего нету, чтобы... Перезарядите систему жизнеобеспечения. Чем? У меня нифига нету. Да я знаю, что ячейки разряжены. Все, я сдох. Нет никакой научной фантастики. Есть только научная вероятность. Стивен Спилберг. Это знаменитый режиссер. Фильмы круто снимает. Короче. Меня убила природа. От холода сдох. Ой, и буря заканчивается. Че, ладно, пойдем еще разок. Я две ячейки с батарейками забабахал к себе в систему жизнеобеспечения и все равно сдох. Как-то несправедливо. О-о-о, нифига себе. От корабля так убежал, бежал. Смотри, сколько натрия нашел. М-да. Это прям очень роскошно. А еще я нашел здесь, кажется, деревья. Смотри, грибы такие длиннючие. Мы сейчас до них добежим и, возможно, сможем добыть в них немножечко углерода. Итак. Давай мы сперва их просканируем и посмотрим, что это такое. Плюхея. Даже сканировать не дают. Кристаллы. А, перчатка. Ким защиту требуется, чтобы добывать с них всего-всего-всего. Ясно. Ух ты! Смотри, каких жуков нашел. Обалдеть. Ничего себе. Вот и дела. Так. Я там вижу кислород. Конечно, нежелательно к ним подходить, но я надеюсь, что они не очень опасны. Так. Хотя он вроде отсюда ушел. А кислород мне нужен. Дико нужен. Спасибо. Все. Я сваливаю сюда. Так. А мне, кстати, нужно идти вон туда. В ту сторону. О, можно и сюда свалиться. Обходим всех этих жучар. Наконец-то я дошел до этой базы сраны, где герметик есть. Там еще и пещера, вон, смотри, здоровенная. Разрядка системы жизнеобеспечения. Конечно. Разрядка системы жизнеобеспечения. Так, значит. Поковыряем сейчас здесь везде, во всем. Найти и собрать все, что можно взять. Пойдем в помещение. Вот в это заглянем. Ой, тут разруха какая-то. Здорово. Что все стабилизируется. Так, я хочу, знаешь, что сделать себе? Вот эту вот штуку. Это гель системы жизнеобеспечения. Для него нужен дигидрогель. Для дигидрогеля нужен дигидроген. 40 штук. А мне всего 9. Это маловато. Я сейчас нафиг опять загнусь. Ну что ж ты будешь делать? Я только дошел. Так, там я ничего не нашел. Здесь вот что-то есть. Голографический архив. Открывается архив. 6 из 7 журналов повреждено. Воспроизведение записи номер 4924А. Никто. КЗКТКТ. Делаю запись. На случай КЗКТ приходится покинуть КЗКТ КТКТ. Внутри фабрикатора КЗКТКТ может пригодиться. Короче, тут повреждены данные и не все записалось удачно. Визор поврежден. Не могу найти корабль. Забрать припас. Забираем. Запись в журнале заканчивается. Машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Я не знаю автора сообщения, которое привело меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Герметик есть? Блин, дали бы какой-нибудь гель жизнеобеспечения, что ли. Капец. Все, теперь обратно к кораблю надо бежать. Бежим к кораблю. И нужно найти дегидрогель. Или дегидрогон, или как он там. Ого, нифига себе пещера. Это что такое? Ничего себе. Ладно, давай сюда сходим. Это, конечно, не очень крутая идея. Да, нет, это не очень крутая идея. Жизнеобеспечение. Хана. У меня там кислородик еще же был, да, чуть-чуть? Вот так вот сделаем. В пещеру сходим как-нибудь в другой... О, вон там еще кислород есть. Отлично. В пещеру сходим как-нибудь в другой раз. Значит, лучше мы сейчас с визором немножечко поработаем. Забираем кислород. Забираем кислород. Включаем визор. Нет, не тот визор. Я хотел... Хотел вот этот вот. И отсканируем кобальт. Узнаем, что он дает еще, помимо самого кобальта. Мимикрирует... А, ничего он не дает. Это заметка была. Написано, что он мимикрирует. Что такое мимикрирует, даже не спрашиваю. Без понятия. Жука можем отсканировать. И узнаем, что он ест и все такое. И птицу тоже. Давай отсканируем. Ну, короче, вот так вот можно всю планету отсканить. Что это за жук-то такой? Биологическая сущность. Старый. Возраст старый. Пол нету. Дальновидность у него по поведению. Диета. Кристаллы. Дегидрогена. Он ест кристаллы дегидрогена? Заметки. При испуге выбрасывает чернила. Производит крабовое яблоко. Нифига себе. Так, а что если мы сейчас возьмем вот кристаллы, которые я, кстати, искал? Вот эти вот. Найдите свое... Найдите свой звездолет, написано. Мы его найдем чуть позже. Я хочу немножечко пособирать кристаллы. Корабли пролетели! Круто. Торговое судно, наверное. Так, а где краб? Краб, ты куда ушел? А, вон он. Я хочу к нему подойти все-таки. Надеюсь, он меня не сожрет. Привет. Питательные гранулы. Блин, у меня их нет. Так, значит, я могу уже сделать гель. Вот я его сделал. Потом вот эту штуку могу сделать. И для того, чтобы сделать сам гель жизнеобеспечения, нужен углерод. А углерод у нас добывается... Блин, как они пищат. Углерод, углерод, где тебя добыть? Углерода-то тут и нету. Так, корабль, значит, мне нужно найти. Окей. Где мой корабль? Вон там вот что? Страж какой-то есть. Страшно. Там плюхеры всякие. Там кобальт. Так, так, так. А где мой корабль-то? А, вот он корабль. Вон туда, значит, идем. Метку сделал. Жизнеобеспечение сдохло опять. Бахаем натрий. Значит, углерод. Мне нужен углерод. Но вот то, что я сейчас не могу найти углерод, это просто жопа. Это задница. Месье. Кристалл дегидрогена. Если я сейчас сдохну, я потеряю нафиг все, что я тащу в своем рюкзаке. Ну давай, взбирайся уже быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо метку какую-нибудь хотя бы сделать, где я сдохну сейчас. Или может быть кислород, где я найти, найти, найти кислород. Вот кислород. Это, нет, это не кислород. Жжеванный торт. Грибы, растения. Дайте мне что-нибудь. Ездец полный. Ничего рядышком нет. Да, фигово когда-то на враждебной планете. Не справляется. Ну, сейчас я походу опять откинусь. Подожди, так. Есть что дать? А, кислород есть у меня. Фух. В запасе был кислород, слава богу. Слава богу. Пока живем. Я правда не видел, что у меня тут есть кислород. Откуда он взялся вообще? Из загажника какого-то что ли? Или мне пока игра помогает? Ладно, неважно. Я уже почти добежал до корабля своего. Бежим к нему. Аккуратненько, тихонечко. Аллилуйя, я добежал. Я добежал. Я здесь, я здесь. Все, можно починить свой двигатель, да? Фух. Вставляем герметик. Система вертикального взлета, ее нужно починить. И для этого нужен чистый феррит. А для того, чтобы его сделать, нужно поставить крутую машинку. Вот она как называется, вот эта машинка. Мы ее сможем поставить? А, нужен кислород и металлическая обшивка. Ясно. Металлическую обшивку сделали. А кислород надо бы добыть. Где мы его будем искать? Давай просканируем местность. О, вон, О2. Сейчас до него доберусь. И вон там, а, это углерод. Вон, кстати, красный кристалл, это углерод. То, что мне тоже нужно было. Чтобы систему жизнеобеспечения поддерживать. Бежим. Короче, в поисках кислорода еще нашел камень знаний. Вот такая вот интересная штука. Хэй, хэй, хэй. Вой, вой, вой. Камень резонирует. Его звук заполняет мой разум. Видение принимает форму. Небольшое инопланетное существо встает передо мной на колени. Оно устало и измучено. Не глядя на меня, существо предлагает мне свою руку. Принять знания. Конечно, примем. Эхом странного видения в моем мозгу всплывает слово гек. Теперь это инопланетное слово словно выжжено в моем мозгу. Короче, скорее всего, вот эти вот камни и вот эти вот словечки позволят мне потом в будущем, если я больше таких камней знаний буду встречать, изучать, общаться с другими инопланетными существами. Мне так кажется. Потому что мы здесь инопланетных существ будем встречать и довольно много. И все они общаются на своем уникальном языке, который мы, к сожалению, пока еще не знаем и не изучили. Но, учитывая, что мы живем в будущем, есть вероятность, что... Что у нас будет какой-нибудь там крутой переводчик. Типа наушник-переводчик, знаешь. И тут вот еще вот... Нифига себе, сколько тут всего интересного. Я уже, кстати, добежал до базы. Но, может быть, до базы мы доберемся еще на космолете своем. Короче, в ящиках пока ничего интересного. Прям капец как ничего интересного. О, гляди-ка. Зарытый тайник. Забавно. Поиски сокровищ прям. Короче, где-то здесь, но откопать мы его пока что не можем. Вообще никак. У нас для этого нет инструмента, к сожалению. Нашел синие цветочки, которые усилят мне реактивный ранец. Ух, нифига себе, вот это полет у меня тут. Что, я на нем теперь бесконечно могу летать, что ли? Ой-ой-ой, нет, он все, он качается. Опа, тихонечко приземлились. Но это было мощно. Ничего не скажешь. Ну все, наконец-то я построю эту приблуду. И сделаю нужные мне ресурсы. Так, как за костюм? Может из пыли он делается? Ферритовая пыль, да. Вот, чистый феррит. И теперь нужно его запустить. Для этого нужно углерод в топливо вкинуть. Вот. Мне нужно... А сколько мне нужно? Ну давай двадцатку сделай. Начать. Все, пока он там делает... А, мне нужно 50 таких? Нифига себе. Пойду тогда камни расщеплять. Раз 50 нужно. Окей. Все, 50 готово. Вот это нужно подобрать. Пригодится мне в другом месте. Ну что, вроде бы как я могу теперь починить свой корабль. Чистый феррит есть. И корабль починен. Корабль отремонтирован. Пусковые системы запущены. Ну что, садимся в него? Все системы исправны. Ищите ответы среди звезд. Нажмите В, чтобы взлететь. Оу, еее. Нифига себе, мы летим. Мы летим. Пойдем попробуем сесть на ту взлетную посадочную полосу. Вон она, вон она, видишь? Она прям там мигает. Так, но я хочу еще вид изменить. Так, вид корабля. Вот. Вот тут другое дело. Еее, круто. Мы летаем. Сейчас приземлимся вот сюда. Давай пониже спускаемся. Садимся. Так, а как сесть, мне никто не рассказал. А как сесть-то? Так, хорошо. Давай все-таки от первого вида включу. Сложно управлять кораблем. Вот. От первого вида сейчас включу. Ищите ответы в звездах. Да рано еще искать ответы в звездах. Я хочу вот приземлиться. Кажется, я знаю, как это сделать. Да, получилось. Короче, надо просто выйти из корабля, нажать кнопочку, и ты приземлишься. Так. И что, где это я? Где это я очутился? Пойдем сюда, сходим. Нифига себе. Живой. Челдобряк. Или не числа был гумануид, короче, какой-то. Свободный гек. А, гек. Привет, привет. Я могу ему тоже ручки помахать, например. Сейчас, где мои жесты? Вот. Привет. Здоровенько. Давай пообщаемся. О, да у вас тут несколько. Пушка. Смотри, какая крутая пушка. Че расскажешь вообще? Небольшое существо очень занято. Похоже, оно подсчитывает торговую прибыль. При виде меня его глаза расширяются, и оно начинает жадно потирать пальцы. Говорить на каком-то своем языке я вижу только гек-слово, которое я изучил. Существо многозначительно указывает на цифры на своем планшете, после чего начинает прыгать на месте. Меня окутывает теплым и приятным ароматом, что за облегчение после мороза, которое свирепствует снаружи. Дать юнити 100 юнит, коснуться планшета, потрепать по голове. Я думаю, что если я его потрепаю по голове, то он может меня пристрелить. Давай, допустим, дадим ему 100 юнит. Я даже не знаю, 100 юнит это много или мало. Форма жизни явно в восторге. В обмен она передает мне новую технологию. Опа. Что за технологии? Модуль импульсного ускорителя. Ого. Модули улучшения повышают эффективность одной из установленных у вас технологий. Каждый модуль уникален. Исследуйте каждую космическую станцию в поисках определенных и редких модулей. Причем это как какой-то модуль S. S-модуль это очень высокий технологичный модуль. Понятно. Так, а вот этот чудик что-нибудь мне скажет? Продавец технологии ГУЭС. Опять что-то там фуркает. Приобрести компоненты, купить чертежи. Ладно, ничего пока приобретать не буду. Я просто запомню это место. А мы можем выйти вот здесь вот, да? Можем зайти вон туда. Короче, сейчас быстренько прошвырнусь, что здесь внутри есть еще. Если можно сюда зайти, конечно. И никто не будет против. Так. Голографический архив. Получено нанятов 67 штук. Не зря заскочил. Опа. Все, залезаем в наш курабль. Взлетаем. Я, кстати, могу минералы добывать еще, знаешь как? Постреляв в них. У меня же есть бластеры. Нет, так не прокатит. Вот, надо маленькие камни по ним пострелять. И мимо пролететь. Что-то как-то плохо получается. Я думал, что постреляю, и все будет ок. Ладно, все, взлетаем отсюда. Куда-нибудь наверх. Переключу камеру сейчас. Смотрим вниз. Как высоко мы взлетели. Уууу, какая планета крутая, да? Еще выше тогда взлетаем. Вот мы и покинули планету. Эвклидова галактика. Это ваше открытие. Здесь вроде как в этой галактике три планеты, одна луна. А вот это что такое, я не знаю. Совершен выход на орбиту. Проверьте системы звездолета. Ок, сейчас проверим. Сейчас мы полетаем. Туда, сюда, вперед, назад. Вот. Вроде все работает, все огонь. Так. Мы сейчас запустим ускоритель. И знаешь, куда я хочу? Я хочу... Где мы видели вот этот непонятный объект? Стой, 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 стой. Давай притормозим, а то у меня уже башка кружится. Вот, это, по-моему, он. Давай запускаем ускоритель. Погнали. Ох, я сейчас врежусь. Импульсный двигатель отключен. Начинается заход на стыковку. Но я не хочу стыковаться. Входящее сообщение. Ну, давай послушаем, что там входит-то. Чтобы ответить, нажмите X. Все, я отвечаю. Входящее сообщение. Пожалуйста, назови себя. Я какой-то там. Не, я не буду ничего называть. Я просто послушаю. Ты не... Чего-то там в одиночестве. Следуй за чем-то-то там. Трансляция прервалась так же неожиданно, как и началась. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Теперь вводим эти координаты планеты. Внимание. Полученные навигационные данные. Так, а куда они показывают? Куда они показывают? Вон туда куда-то. Нифига себе. Вон на ту планету. Ну-ка, давай включим ускорители. Зима. Подожди, это мы на ту же самую планету, что ли, летим? Так, мы попали в атмосферу этой планеты. Тут тоже зима. Планета... А, так мы на ту же планету вернулись. Сигнал с этой же планеты пришел. Блин, я думал, на какой-нибудь другой планете будем. Короче, ладно. Что, приземляемся? И будем здесь, наверное, закругляться. А в следующей серии мы отправимся уже на другую планету. Что, выходим? Ну что, если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть дальнейшее наше развитие и путешествие, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан. Подписаться еще на Яндекс.Зен, потому что дублируются ролики и туда тоже. Ну и все, и ждать новой серии, на которой мы, собственно, с тобой увидимся. Так что, до встречи! До встречи!